Алексей Ильич Осипов. Любовь, брак, семья. Издательство Директ Медиа. Автор рассуждает об источнике человеческой жизни, любви, ее православном понимании и тех искажениях, которые приводят человека и общество к тяжелейшим духовным и моральным кризисам. Любовь и влюбленность, брак и сожительство, воспитание детей и их отношения с родителями – эти и многие другие вопросы, связанные с данной проблематикой, рассматриваются здесь в ключе православного жизнепонимания. Издание ориентировано на всех интересующихся этой вечной темой человеческого бытия. Часть первая. Брак, таинство богочеловеческое. Пора роковая. Все мы помним свое детство, игры, друзей. Но в юношеский период жизни приходят совсем иные, новые чувства. Изменяются наши отношения с друзьями и товарищами, незнакомыми людьми, меняется самооценка, оценка своего поведения, своего внешнего облика, одежды. Особенно меняются внутренние и внешние отношения с лицами другого пола и прежде всего со сверстниками. Все эти психологические изменения происходят на фоне нового переживания двух взаимоисключающих чувств, возникающих в тайниках души. Ощущение с одной стороны, чего-то влекущего, таинственного, обещающего счастье, с другой, вызывающего боязнь, отталкивание, стыд. Что это такое? И как к этому относиться? То и другое, естественное явление человеческой природы. Однако о том, как относиться к ним, древнее мудрое правило, постоянно повторяемое, например, древнегреческими философами, гласит «все хорошо в меру». Православные подвижники, мыслители сказали еще сильнее «все без меры – от дьявола». Соблюдение меры во всем – правило естественное, поскольку выражает один из основных законов человеческой жизни. Жизнь человека принципиально отличается от жизни животных, для которых безусловным законом является следование своим инстинктам. Человек, имея свойства животной природы, в то же время обладает другими, уникальными, только ему присущими высшими свойствами – разумом, совестью, сердцем, способным переживать особые духовные состояния. Именно этим он бесконечно возвышается над чисто инстинктивным миром всех прочих существ. Человек, таким образом, является двусоставным существом, в котором идет постоянная борьба этих двух начал за главенство в его самосознании, его личности. Это очень точно выразил Гёте устами доктора Фауста. «Ах, две души живут в больной груди моей. Друг другу чуждые и жаждут разделения». И поэтому исполнение инстинктивных требований своей природы лишь тогда может быть для человека естественным, необходимым и оправданным, когда оно находится под руководством его разума и совести. В таком случае человек поступает именно как человек, а не просто биологическое существо, и не приносит вреда ни себе, ни окружающим. Простой пример – пище необходима человеку, но сколько болезней от злоупотребления ею. Поэтому справедлива мысль – нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Это непосредственно относится и к тем новым импульсам, которые возникают как в теле, так и в душе юного человека. Испортить – значит совершить противоестественное деяние, повредить естественному, здоровому состоянию духовно-телесной природы, искалечить ее, сделать, следовательно, негодной, некрасивой, ущербной. В христианстве все, что совершает человек во вред себе, называется грехом. Грех – есть повреждение, ошибка, рана, которая в конечном счете приносит страдания человеку. А поскольку духовное начало в нем является высшим, первичным, то христианство утверждает необходимость разумного, нравственного и доблесердечного поведения человека. В настоящее время тема любовь, брак, семья вызывает особенно много вопросов. Причина очевидна. Происходит активное и нередко целенаправленное разрушение этих основополагающих ценностей человеческой жизни. Любовь, которая всегда понималась как источник глубочайшего счастья, сейчас все более откровенно сводится к грубой физиологии – брак, к контракту, семья считается устаревшей и почти ненужной традицией. Все это неизбежно ведет к уничтожению брака и семьи. Но семья с взаимной ответственностью и жертвенностью ее членов – нравственное ядро общества, и понятно, к каким тяжким последствиям приведет нацию ее разрушения. Как всегда, возникает все тот же вопрос – что делать? Нет сомнений, что самое серьезное значение в решении этой задачи имеет тот нравственный выбор, который сделает человек в свои юные годы. Известный русский философ Владимир Сергеевич Соловьев умер в 1900 году, предупреждал – и ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос. Что же такое серьезное происходит, когда в человека вселяется эрос? Почему философ назвал это время роковым эрос – античный бог любви? Причина понятна. Именно в этот переходный период своей жизни человек попадает как бы в зону неустойчивого равновесия, когда от выбора пути зависит очень многое в его дальнейшем нравственном и духовном развитии. В это время, с одной стороны, пробуждаются спящие до то ли естественные инстинкты, с другой – начинаются мировоззренческие искания. В результате закладываются основные нравственные навыки, образуется фундамент последующей духовной жизни, то есть идет интенсивный процесс становления личности. В этом возрасте с особой силой вспыхивает борьба тех двух сил, о которых так образно сказал Достоевский – дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей. И в этой борьбе приобретает огромное значение влияния извне, которое может способствовать развитию той или другой силы в молодом человеке. Это прекрасно понимают идеологи всех направлений. Поэтому всегда, и особенно сейчас, в нашу эпоху, так напряженно ведется борьба за характер нравственного воспитания молодежи, за школу, за средства массовой информации. Современное состояние культуры, так называемого цивилизованного мира, свидетельствует с полной очевидностью, какая сила является в ней господствующей. Через СМИ всех видов идет открытое внедрение в сознание, прежде всего, молодых людей, самых отрицательных качеств человеческой природы. Гордыни, алчности, властолюбие, развращенности, лживости и тому подобное совершенно очевидно, что сделает такое воспитание с человеком, будучи ему с воина. Он станет бездумным рабом своих страстей и страстишек, послушным орудием тех, кто насаждает Содом и Гамору в души человеческие. Человек перестанет быть человеком. В качестве иллюстрации того, какими средствами достигается эта цель, можно привести фрагмент из приписываемой американскому политику Даллесу идеологической доктрины США. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание людей культ секса, насилия, садизма, предательства словом всякой безнравственности. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Очевидное воплощение этих идей в жизни современных обществ, в том числе и нашего, является самым убедительным доказательством реальности этой дьявольской доктрины, кто бы ни был ее автором. А вот не менее откровенное выступление известного миллиардера Рокфеллера в воскресной школе. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь притворение в жизнь закона природы и божьего закона. Вот оказывается, какого бога, какую веру и какие моральные нормы насаждают в мире господа Далесы, Рокфеллеры и им подобные. Неужели не ясно, каким будет человек, воспитанный на подобной идеологии, какие плоды принесет такое древо? Но есть и другой принцип жизни, о котором читаем у древних мудрецов, апостолов Христовых. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Станем любить не словом или языком, но делом и истинную. Вот два пути, перед которыми оказывается каждый человек, вступающий в сознательную жизнь. Первый путь есть не что иное, как откровенное попрание достоинства человеческой личности, нравственных норм жизни, пропаганда дьявольской свободы от совести, уродущей человека и превращающей его в инфернальное существо. Один из крупнейших психоаналитиков XX века Юнг предупреждал поэтому. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального, и возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Только в христианстве человек приобретает свободу от страстей, от людских мнений, от обстоятельств. И эта свобода несет в себе самое ценное в жизни – любовь к человеку, к правде и истине. Этот путь свидетельствует человеку о красоте души, освободившейся от эгоизма, от всякой безнравственности и гордыни, от порабощения низменным инстинктом. Он призывает к чистой совести и любви к человеку и всему сотворенному. И не просто призывает, но и указывает средства для достижения этой цели. Они – в Евангелии и в учении тех, кто достиг этой цели, тех, кого церковь называет святыми. И хотя любовь заложена в самой природе человека, ее можно не только развить, но и погубить, в зависимости от того, по какому духовному пути пойдет человек уже в своей юности. Поэтому святитель Игнатий, бренчанинов, умер в 1867 году, горячо призывает, «Юноша, повторяю тебе совет спасительный, доколе ты находишься в нравственной свободе, избегай злых навыков, как оков и темницы, приобретай навыки добрые, которыми хранится, утверждается, запечатлевается нравственная свобода». Почему вода стала благоуханным вином? Человек, наслышавшийся о христианских подвижниках и впервые знакомящийся с Евангелием, может удивиться не только тому, что Иисус Христос пошел на свадьбу, но и тому, как он вел себя на ней, совсем не так, как это можно было бы ожидать от святого подвижника и богочеловека. Пригласивший его жених был совсем не из богатых, об этом свидетельствует тот факт, что он даже не смог заготовить достаточно вина. И легко представить себе его состояние, когда свадьба в разгаре, а вино кончилось. Об этом можно судить хотя бы по нашим деревенским свадьбам, прекрасным, веселым, открытым для всех. На них и звать никого не надо, родные и чужие, странники и прохожие, все за столы, все могут есть и пить, на всех всегда должно хватить. А здесь у бедного жениха вина нет. И что же видим? Мать Иисуса Христа подходит к нему и говорит, вина нет у них. Разве не ясно, какая должна быть реакция любого аскета на такие слова? Прекрасно. Хватит пировать. И так довольно повеселились. А если бы он был еще и чудотворцем, то и последнее вино сделал бы водой. И можно себе представить, что произошло бы на свадьбе. Очередной тост. Все поднимают бокалы с вином, начинают пить, а в кубках вода. И не только это сделал бы строгий аскет, но и следующее. Начинают играть на инструментах, струны обрываются, запевают свадебные песни, голоса пропадают. Разве не такое должен бы совершить этот чудотворец на свадебном гулянии? Но к великому изумлению тех, кто помнит лишь такие слова Христа. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими. В Кане произошло прямо противоположное. Христос не только не отказывает матери в просьбе, но и говорит слугам, наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. По иудейскому обычаю, около каждого дома стояли вместительные, в два-четыре ведра, выдолбленные из камня сосуды, в которые наливали воду, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему. Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Действительно, непросто представить себе, что Христос благословил не только брак, но и все свадебное веселье, и вино, и песни, и танцы, и шутки, и смех. Но более того, невозможно и предположить, чтобы во время всего этого веселья Христос, его мать и ученики сидели молча и не принимали никакого участия в этом прекрасном празднике. Этот эпизод из жизни Христа открывает еще одну важную сторону его учения. Он не только не отрицает никаких естественных, необходимых потребностей человеческой природы, есть, пить, радоваться, вступать в брак и так далее, но благословляет их и научает молиться. Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам. А о браке говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Величайший же проповедник христианства, апостол Павел в послании к Тимофею с гневом осуждает видящих в браке что-то низкое, противное совести. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. Но и сейчас есть старцы, запрещающие вступать в брак или считающие, что супружеские отношения дозволены только для зачатия детей. Однажды пришлось разговаривать с двумя девушками, которые приехали из Сибири и со слезами рассказывали, что духовник запрещает им вступать в брак и иметь детей, потому что вот-вот наступит конец света. Брак с самого начала бытия человеческого был благословлен Богом и остается таковым всегда, независимо от того, каких убеждений и верований придерживаются вступающие в него. Поэтому законно заключенный брак по обычаям любого народа и религиозных верований всегда является действительным браком. Христианский же брак имеет то огромное преимущество, что верующие могут получить в нем и особое вспомоществующее благодатное средство в их супружеской жизни, в их совместных трудах, таинство брака, венчание. В чине венчания священник, обращаясь к Богу, просит «Господи Божий наш, славу и честью венчай их». Уже древняя церковь на своих соборах, например, Гангарском, около 340 года, обращалась к рассмотрению разных вопросов о браке и предала Анафеме все те взгляды, которые запрещали или порочили его. Правило первого Гангарского собора. Если кто порицает брак, и женую верную, и благочестивую, с мужем своим совокупляющуюся, внушается, или порицает ее, как немогущую войти в Царствие Небесное, да будет отлучен. О браке писали многие святые, благословляя его как богоугодный образ жизни. Святитель Григорий Богослов, IV век, посвящает ему следующие хвалебные строки, связанные узами супружества заменяют друг другу и ноги, и руки, и слух. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость. Общие заботы облегчают скорби. Общие радости для них восхитительнее. Для единодушных супругов богатство приятнее, а скудость переносится легче. У них одно питье из домашнего источника, из которого не вкушают посторонние. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу. Супружество не удаляет от Бога, но наоборот, более привязывает к Нему. Поэтому христианство решительно противостоит всем тем учениям, которые брак и законные супружеские отношения осуждают как что-то недостойное и греховное. А почему вино стало уксусом? Православная церковь утверждает брак как естественный и священный союз между мужчиной и женщиной, как великое таинство человеческой жизни. Поэтому она столь решительно осуждает внедряемые сейчас в общественное сознание идеи о временных, так называемых, свободных связях, об однополых и прочих противоестественных извращениях. Она рассматривает их как блуд, как беду для человека и человеческого общества в целом, как грех и зло, не заводящее человека до животного состояния и подавляющее в нем все нравственные и духовные начала жизни. Подобное отношение к таким связям наблюдаем и в других религиях у народов, сохранивших веру в Бога. Какое зло в блуде усматривали и продолжают видеть все народы, за исключением цивилизованных дикарей старого и нового света. Исторический опыт показал, что освобождение и таким образом господство в человеке низменных инстинктов приводит к разрушению нравственной и духовной сторон его личности, которые являются единственно твердой основой всех устоев семейной и общественной жизни. Этим объясняется и тот на первый взгляд странный факт, что именно к женщине во все времена предъявлялись особые повышенные моральные требования. Всегда было ясно, что по своей природе она является хранительницей или вопреки природе разрушительницей моральной устойчивости нации и, следовательно, благополучия всех сторон ее жизни. И женщины это прекрасно понимают. Поэтому все то, что происходит в настоящее время во всех сферах искусства, в модах, в рекламе, не говоря уже об интернете, где все наполнено издевательствами над природной стыдливостью женщины, представлением ее в самых безобразных видах, говорит о катастрофической духовной и нравственной деградации современного общественного сознания, которое ведет человечество к гибели. Но мировая история ярко свидетельствует о том, как погибали великие государства, когда их народы, достигая материального благополучия, разлагались морально. Нет необходимости много говорить и о том, что с христианской точки зрения современное развитие культуры не только прямо идет по тому же гибельному пути, но и свидетельствует о происходящей демонизации, прежде всего, запада, откуда идут эти темные силы, уничтожающие все святое. Ибо кому еще это нужно, как не демоническим силам, действующим по коварному принципу, разнуздать, чтобы взнуздать. Рассказывал один старый священник, как он однажды, еще до революции, остановился в гостинице, которая ему очень запомнилась. Там, в фойе, на противоположных стенах были нарисованы две заслуживающие внимания картины. На одной, прекрасной, залитой солнцем, весь в цветах лук, на котором в хороводе с горящими факелами в руках танцевали праздничные одетые девушки и юноши. Сюжет был настолько радостен, что трудно было оторвать взор. На другой же стене картина являла собой полную противоположность. Солнца нет, полумрак, на земле видны погаши и факелы, растоптанные цветы и змееподобно переплетающиеся тела. Все понятно без слов. Не расплескать бы чашу любви. Каждому человеку от рождения дается полная чаша драгоценного напитка — любви. Однако не все знают, насколько хрупкой является эта полная таинственной красоты хрустальная чаша, и как бережно с ней нужно обращаться, чтобы неосторожным движением не пролить этот ценнейший нектар, не разбить ее и не лишиться божественного напитка. Представьте себе прекрасное, украшенное драгоценными камнями золотое кольцо. А теперь разотрите его в пыль и распылите по земле и воздуху. Где оно? Вроде бы здесь, но на самом деле нет его, все потеряно. А ведь только что в руках была такая красота. Действительно, наивысшей драгоценностью для человека является дарованное ему от рождения свойство любви. И как важно всеми силами сберечь его в целости до священного часа жизни, встречи навеки с любимым и любящим человеком. Тогда в законном браке соединяются обе чаши и получают полноту сокрытого в них наслаждения, счастья. И поистине блажен тот, кто сумеет сохранить свою чашу любви в целости. Но ее можно расплескать по каплям. Опустошенные, так называлась статья в одной из центральных газет, рассказывавшая о случайных внебрачных связях и их последствиях. Чувство разочарования, бессмысленности, тоски и потери смысла жизни – такие переживания испытывают все те, кто проводит свою молодость в любовных играх, в случайных интимных встречах, оставляющих в душе, как правило, горький осадок. Пушкин ярко охарактеризовал последствия подобной жизни. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. Вот одна из самых серьезных причин, по которой распадаются браки. Но как в настоящее время воспитывают подрастающие поколения? Средства массовой информации, свободные от общественного суда и контроля, открыто и непрерывно пропагандируют сексуальную вседозволенность, свободную любовь. Всюду одна мысль «бери от жизни все, живи для наслаждений». Поэтому молодые люди часто оказываются не просто морально неподготовленными к браку, но и психологически уже готовыми к измене. Именно такое воспитание, делающее человека рабом своих мимолетных желаний, является одной из главнейших причин поиска все новых ощущений и огромного количества разводов. Но по закону духовной жизни человек, ведущий подобный образ жизни, теряет саму способность сердца к любви и в конце концов оказывается у разбитого корыта. Да и каждая новая любовь, как правило, оборачивается новыми разочарованиями и страданиями. Забываем мудрую русскую пословицу «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили». Законы духовные столь же реальны и незыблемы, как и физические, и их нарушение поступками против совести калечит не только тело, но и душу человека, и всю его жизнь. Святой Марк Подвижник, IV век, в следующих словах сформулировал один из таких законов, насладившийся телесными удовольствиями, более надлежащего вознаградит избыток их стократными скорбями. Фактически подобное же утверждал и крупнейший германский философ XVIII века Эммануил Кант. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум придается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Исполнение этого закона встречаем на каждом шагу. Целомудрие и развороченность души. Есть прекрасное русское слово «целомудрие», которое очень точно выражает мысль о духовной и нравственной целостности личности человека. Целомудрие это не просто детственное состояние тела, но частота всех чувств тела и души и незапятнанность совести в отношении к семье, к другим людям, к обществу, к работе, к природе. Оно естественное качество любого нравственно здорового человека, как не вступившего в брак, так и живущего в супружестве, с рождением и воспитанием детей. Как сказал один из древних отцов, святой Иоанн Лествичник, в VI-VII века целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей. Целомудрие заложено в саму природу человека. Оно особенно присуще женщине. Оно достигает совершенства и покоряет своей красотой в истинно святых людях. Целомудрие души и тела, и прежде всего добрачная девственность, является одним из главных условий сохранения нравственной свободы человека. Оно предполагает чистоту, свободу души от всякого рода дурных и грязных мыслей, желаний, слов и разговоров, от таких же фильмов, книг и, конечно, соответствующее поведение, одежду. Ведь существует закон взаимосвязи внутреннего состояния души и внешней стороны жизни человека. Они взаимодействуют между собой на уровне как добрых чувств, намерений и дел, добродетелей, так и противоположных, грехов и страстей. Добродетели при этом находятся между собой в причинной взаимозависимости или сродстве и обуславливают друг друга. И также взаимозависимы, родственны между собой грехи и страсти. По причине этого сродства, писал святитель Игнатий, Бринчанинов, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Наличие одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную, произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружной и одинокой в сердце. Знание этого закона очень важно, поскольку иногда то, на что почти не обращается внимание, оказывается причиной самых серьезных последствий. Так, многие не придают значения своим мыслям, а они, как добрые, так и злые, часто оказываются началом больших дел. Преподобный Марк Подвижник говорил, Все невольное происходит от произвольного, то есть сознательное, например, принятие и развитие дурных мыслей в конечном счете. Приводит человека, как раба, помимо его воли, к соответствующим поступкам, к тому, на что он, как казалось, никогда бы не решился. А, например, святитель Игнатий указывает на закономерность, о которой мало кто знает. По закону духовному, услаждающийся тщеславными и другими греховными помыслами и мечтаниями, никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее не подвязался. Нарушение целомудрия, так называемое сожительство по любви и тому подобное, церковь называет большим грехом. Но что же худого усматривает она в этом? Здесь действует еще один духовный закон, по которому, оказывается, в человеке происходит уничтожение самого ценного, что в нем есть, любви. Внебрачное сожительство – это суицид души. Она уже не может иметь земного счастья, не говоря о посмертии. Причина этой духовной смерти заключается в том, что сожительствующих соединяет не любовь, а эгоистическое искание наслаждений. Ищущий наслаждений не может любить другого. Он любит только себя. Но эгоизм и любовь – явления взаимоисключающие. Если действительная любовь к другому заставляет бороться со своим «я», отказываться от своих пристрастий и привычек во имя блага любимого, готова даже страдать ради него, жертвовать собой, то блуд жертвы не знает. В нем все подчинено примитивному, грубому инстинкту и эгоизму. Не случайно священник Павел Флоренский, известный мыслитель, бывший до революции профессором Московской духовной академии, называл сожительство по любви, вне брака, переодетым эгоизмом. Блудник ради получения наслаждения принесет в жертву кого угодно и что угодно, и прежде всего свою жену, мужа, детей, не говоря уже о родителях, родных, друзьях. Такой человек не способен быть верным. Он по самому духу своему изменник, ибо постоянно ищет чего-то лучшего и при первом же удачном варианте нарушает верность. И так всю жизнь, пока не окажется выброшенным на помойку. Действительно, точное слово, его характеризующее – опустошенный. Поэтому так важно сохранить себя неоскверненным с юности своей. Но полностью опустошить себя можно и не совершая греха делом, достаточно глаз, мыслей, мечтаний, внутренних ощущений и переживаний. Обычно все начинается с малого, со взглядов, мыслей, фривольных шуток, свободы в обращении. Так что снаружи можно казаться целомудренным, а внутри быть грязным, не способным никакой духовной жизни. Святой Исаак Сирин, VII век, предупреждает, как погиб в потопе современный Ноюрод. Не за похотливость ли, когда люди с неистыством возжелали красоты дочерей Каиновых? За что отвержен богом исполин Сампсон? Не за то ли, что осквернил себя сожитием с блудницею? Развращенность наступает постепенно, начинается с малого, сначала внутри, а потом выходит и наружу. Потому Христос предупреждает, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Само слово «разврат» является однокоренным с разворотить, извратить. Хирурги могут рассказать, как тяжело смотреть на человека после катастрофы, изувечившей его тело. Да и мы разве не отводим глаз, когда видим подобное. Разврат — это преступление, то есть переступление за границы человеческой природы, ее естественной жизни, нарушение ее целостности, целомудрие, закона меры. Он является развороченностью нормального состояния человека, извращением присущего ему порядка, его красоты. Поэтому и начинается он с подавления голоса совести и чувства стыда. Еще Казимир Малевич, нарисовавший свой пресловутый черный квадрат и заявлявший «Я начало всего». Откровенно писал, «Самой высшей и сложной постройкой» можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего, то есть богом сотворенного. Александр Бенуа, проницательно увидев в этом квадрате прямой вызов самому богу и его творению, писал «Черный квадрат — это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Но то, что происходит с одним человеком, может поразить и целую нацию, когда извращаются сами принципы общественной морали. Это отчетливо проявилось, например, после отпадения Рима от православия, особенно в эпоху Возрождения, когда католическая культура западных народов приобрела явно выраженный сексуальный характер. В XX веке, после Второй мировой войны, произошла резкая моральная деградация на Западе, а с 1980-х годов и в России, когда на людей обрушился настоящий идеологический смерч, разрушающий все святое. Насаждая бесстыжесть в поведении, в моде, в искусстве, прививая вместо совестливости страсть к деньгам, извращая красоту и гармонию уродливыми. Неестественными и противоестественными формами перемешивая правду с полуправдой и откровенной ложью. В настоящее время по всем направлениям ведется открытая и масштабная борьба с евангельскими нормами жизни, извращающая человечность в человеке. Все отчетливее вырисовывается темное демоническое зрелище, по-славянски, позор нравственного и духовного разложения людей. Об этом особенно ярко свидетельствует агрессия, которую осуществляют против человечества секс-меньшинства, захватившие власть на Западе, их гей-парады и разного рода публичные бесчинства. Так перед молодым человеком, вступающим в период зрелости, встают два пути жизни. Евангелие называет их широким и узким путем. О них всегда говорили мыслители, писатели, святые всех народов и эпох.